здравствуйте в эфире черноморская телерадиокомпания с вами ведущий Владислав Майструк моим собеседником сейчас будет Айдер Муждабаев зам директора телеканала АТР это единственный крымско-татарский телеканал на этой планете вот я хочу не для вас а поскольку вы прекрасно понимаете знаете почему сейчас на Чонгаре и в других пунктах пропуска между материковой Украиной и автономной республикой Крым стоят блокпосты и это все называется гражданская блокада Крыма вот дело в том что вот очень часто за формой теряется содержание а причина по которой там люди крымские татары украинские активисты решили перекрыть полностью весь трафик продуктов и там усиленные проверки и так далее именно потому что на полуострове абсолютно не соблюдается права человека есть много узников есть пропавшие без вести вот я хочу показать телезрителям и вам что что говорит мама пропавшего 30 мая четырнадцатого года в симферополе украинского активиста Тимура Шаймарданова пожалуйста видео вопрос конечно сложный потому что я прекрасно понимаю сколько времени прошло и например даже в отличие от других задержанных ребят хотя бы понятно где они и какие претензии россия предъявляет если например мы знаем об этом уже говорим что тимур занимался про украинской деятельностью и самообороны мелкие какие-то претензии то есть россия может его чем-то обвинять то было бы логично если бы мы знали об этих претензиях каких-то обвинениях к сожалению ничего нет но мы все равно продолжаем надеяться потому что честно вот я но не вижу никакой логики в таком полностью бесследном исчезновении или людей похищают с целью выкупа нам никто ничего не предъявлял если задержали где-то как-то то тоже кто-то же должен что-то сказать потом мы как-то ну вещи оцениваем реально все это понимая что сложная ситуация перспективы непонятно какие но мы все равно надеемся что тимур где-то есть и никогда с доверием не относились может быть это неправильно ну к разного рода там гадалкам астрологам и так далее но тем не менее за это время может где только не побывали у кого мы только не пытались что-то узнать и никто не один а их было много не сказал что тимура нет все говорят разные люди друг друга не знающие и никто не знает о том что говорил предыдущий все говорят о том что он жив находится в тяжелых условиях в закрытых не имеет возможности сообщить и вот мы на это очень очень надеемся потому что ну нельзя нам терять надежду вот он где-то есть ему тяжело еще мы не будем в это верить ему очень тяжелее будет поэтому все верим я знаю что мы все равно найдем вот такая печальная история до полтора года человек исчез и что самое грустное в этом да это что никто его не ищет ладно россияне его не ищут до оккупанты зачем им искать про украинского активиста проблема в том что его не ищет даже украинские власти даже используя тот небольшой арсенал который в их распоряжении вот например недавно вот правозащитники подали жалобу европейский суд по правам человека на украину и россию именно из-за бездействия следственных орган даже или прекрасно ну действие украины вообще очень интересное в плане крыма где уже я не знаю что там еще нужно сделать чтобы на украинские власти вспомнили о том что крым существует потому что ну предыдущие все истории известно там более десятка пропавших людей погибших людей украденных я не буду говорить уже про количество осужденных находящихся под следствием оштрафованных замордованных там запуганных я могу сказать одно если кому-то это еще тут интересно что сейчас в крым даже если ты звонишь с тобой не разговаривают боятся боятся говорить по телефону я сообщаю это руководство украины что на территории крыма граждане украины боятся говорить по телефону что еще нужно сделать чтобы я понимаю что вот вот эту позу а что мы во что мы можем ну хорошо ничего не делать продолжайте так дальше вот я вижу депутатов верховной рады я вижу всяких политиков которые с абсолютно отстраненным видом рассуждают о том насколько выгодно это торговля насколько это классно и здорово торговать с крымом делать совместный бизнес ну зашибись ребята молодцы и главное меня удивляет то что они не стесняются об этом говорить глядя в глаза вот этой женщине но они никогда не посмотрят ее в глаза конечно не президент не посмотрит не тем более вот эти депутаты извините за лексику вякающие вот о крыме с высока кстати по поводу одного из этих депутатов которые как вы сказали вякают от крыма с высока вот есть такой человек его зовут Игорь Каноненко это ну глаза и уши Петра Порошенко президента в парламенте они давние друзья еще со времен армии они компаньоны по бизнесу ну близкие очень и вот что сказал Игорь Каноненко по поводу отмены закона о свободной экономической торговле ну зоны торговли с крымом да я сколько помним одно из основных требований тех кто блокирует это отмена этого закона президент в свое время между прочим сказал что скорее всего этот закон будет отменен ну вот что буквально вчера сказал его ближайший соратник отмена законопроекта о свободной экономической торговле с крымом по сути де факту будет означать что мы отказались от этой территории поэтому здесь нужно искать какие-то другие политические конструкции для того чтобы с одной стороны усилить там давление и определить те позиции которые есть по крымским татарам с другой стороны на этой территории живут граждане украины которых мы хотим вернуть все все понятно если это слова как бы позиции фракции президента то мне все абсолютно ясно значит крымские татары пущены в расход с ней может делать все что угодно вообще правящей партии это до фонаря все вот а все вся эта риторика слезливая про крымских татар это такой такие ритуальные танцы какие-то это я подчеркиваю если это позиции фракции президента то остается только развести руками но тогда значит вот как ребята будет тогда значит крымские татары начнут обращаться не к украине уже а к мировому сообществу тогда значит крымские татары я не знаю что они должны сделать приковать себя каким-нибудь наручниками к европарламенту может быть сжечь себя до какой-то площади что нужно сделать чтобы эти люди перестали вот так цинично отзываться о том что происходит в крыму а я знаю о чем они думают они во первых первая мысль это просто забыть про крым навсегда ну а это все остальное в принципе риторика я допускаю что у кого-то я не знаю у этого депутата или у другого есть коммерческий интерес связанный с сотрудничеством с нынешним крымскими властями ну это же не на пустом месте там торговля такая шла там шел дележ распил половину туда половину в киев это же понятно вот я не знаю ничего про него не знаю имеет ли он там коммерческие интересы но что очень симптоматично что вот ну насколько просто мне рассказывали Нураслямов я в общем не являюсь предметом интереса этих людей я журналист а с ними разговаривали предприниматели которые предлагали особые условия предлагали там ему выгоду какую-то извлечь из этого то есть люди из бизнеса политики они всегда так действуют видимо торгаши да они всегда будут действовать так они будут искать какую-то прагматичную выгоду и в общем то что происходит с остальными людьми какие-то там слезы матери кто она такая вообще сидит там у какого-то шифонера за 100 долларов кто она такая вот у нас тут бизнес у нас тут стратеги у нас тут я уже много тут насмотрел с этих стеклянных глаз вот но если украина не хочет защищать своих граждан печально значит страна расписывается своей недееспособности и власть расписывается своей абсолютной ну как сказать если понимаете если бы я не представляю себе президента какой-нибудь там цивилизованной страны у которого допустим украли гражданина и который Америка вообще послала бы спецназ да например но не предпринимать никаких мер продолжать взаимовыгодное сотрудничество продажу всего что можно говорить о развитии отношений хорошо значит вы просто должны точно сказать чтобы на вас не надеялись сказать что граждане Крыма жители Крыма вы нам не нужны вы переданы в пользование Российской Федерации и прекратить эту дурную риторику просто по-честному но эти люди и на честную риторику не способны они будут вот так выкручиваться говорить что там целесообразность каких-то там они потеряют избирателей потенциально в Крыму там и что-то еще ну вот гнусно все это слушайте противно извините за эмоции я обычно не эмоционален но я наслушался вот этих вот вещей да понимаете что еще вот кроме блокады то есть там фуры с продовольствием и так далее и в принципе если даже смотреть на международный закон оккупированной территории должны обеспечиться оккупанты но это другой вопрос по поводу энергетической блокады дело в том что Украина до сих пор продолжает поставлять на полуостров электричество и это как бы вот вопрос тоже да вот на днях были повреждены некоторые вышки которые с высоким ну электрические вышки да в принципе такая непонятная ситуация происходит даже сама блокада она же не санкционирована правильно грубо говоря насколько вот мне известно наш сосед по улице банковой он не против того чтобы здесь была то есть не здесь а была блокада ну показать зубы но с другой стороны все кто принимает в ней участие они нарушают закон да но они все преступники уже да но прекрасная история стоит в том что все активисты которые там стоят являются потенциальными уголовниками с точки зрения России и не только и Украины тоже ну классно только в России уже открывают дела а в Украине нет ну давайте еще тут откроем не дай бог будет прекрасно чтобы крымские татары еще сидели там под уголовными делами еще здесь вот а по поводу электроэнергии я даже не буду ни о чем рассуждать просто все же сказано опять видимо министр предприниматель по крайней мере по своей натуре я ничего не знаю министр энергетики какой у него бэкграунд я не знаю он сказал что это очень выгодно торговать ну какие могут вопросы вот с этой что у него общего с этой женщиной у которой сын пропал ему выгодно торговать вы понимаете все а так как никаких рычагов у Украины нет они нехотя из себя выплевывают слова сочувствия чиновники нехотя говорят что возбуждают какие-то уголовные дела да это надо все делать наверное да но понимаете всегда же видно с каким настроением что человек делает это настроение такое аааааа отлепитесь от меня я вот сейчас что-нибудь скажу какую-нибудь бумажку напишу и больше ко мне нема претензий а ты мама сиди дома плачь сколько хочешь а у нас тут свои дела коммерческие у нас все классно мы будем заниматься еще раз я не призываю никаким вообще действиям я не политик я журналист я просто не понимаю почему политики делают все что угодно но не делают ничего физически вот проходит уже месяц и там стоит блокада два с половиной почти да там люди полтора месяца полтора месяца там стоят люди там они мерзнут там они значит волонтеры какие-то подвозят дрова что-то еще но это как-то где-то там далеко какие-то там люди какие-то черт их там побери татары что-то им там надо а может и классно что они там стоят а пусть они там стоят всегда ну и что мы найдем способы будем возить на завод титан там через другие порты сырье будем вывозить по-другому мы найдем схему мы договоримся с ребятами из крымской власти решаем вопросы да фуры эти конечно неприятно что перегородили но придумаем вариант сотрудничества и получается что вот эти люди которые там стоят да они враги получается с ними борются их обходят да они получается что они выдвинули требования защиты политзаключенных там и вот новая волна репрессий журналистов там мордует значит запугали всех до того что по телефону разговаривать уже люди боятся детей шугают по утрам под автоматами водят внучку Лили Буджуровой и ничего не происходит и все должно оставаться так же и ни у кого нет никакого желания сделать хоть что-нибудь действенное даже нет никаких обращений международной организации ничего я уже даже не говорю про электроэнергию то есть в принципе крымским татарам и другим кто пострадал вот как эта женщина с ее сыном значит дают прямо понять вы нам не нужны ваши проблемы это не наши проблемы у нас проблемы другие мы считаем деньги мы считаем политическую выгоду мы считаем избирателей у нас тут все сходятся там мы этого проведем здесь мы того проведем выстроим какую-то систему поделим какие-то там вот эти все последние скандалы я даже вникать в них не хочу потому что когда в крыму творится такое мне это не интересно все ну вот уже полтора месяца как вы правильно меня поправили идет блокада ну пока мы слышим только разговоры каких-то законов которые должны были которые должны приняться в парламенте да ну чтобы эти люди ну не стояли там зачем им там стоять чтобы там стояли пограничники как зачем чтобы россия побольше уголовных дел завела чтобы она родственников побольше обыскала чтобы она возбудила дела там чтобы замордовала еще больше татар ждите дальше товарищи депутаты ждите дальше пусть там начнут людей уже хватать там облавы идут по селу ждите дальше смейтесь над этими грязными людьми в потертой одежде которые стоят там в этих палатках они кто такие это же мусор они же не решают ни в бизнесе ничего не в политике да еще раз прошу прощения не ну это я понимаю ваши эмоции потому что особенно после этой женщины которая сказал о своем сыне я вдруг понимаю что она песчинка она вообще никому не нужна никому в этой стране она не нужна я про татар даже не говорю это как бы мое но вот она не татарка понимаете такое вот буквально тоже в этой студии были и волонтеры и адвокаты небесной сотни да они все говорят то же самое что говорите и вы похожее настроение да очень похожее все очень плохо у тех у кого есть власти есть очень мало интереса к проблемам людей то есть проблема как я понимаю слава в том что у всех ощущение что власть не слышит общество абсолютно не то что слышит она просто врет в глаза говорит одно а делает другое вот тоже по поводу там не блокады уже там же полностью сделали эмбарго по поводу оккупированного восточного донбасса ну вот были мобильные группы изначально потом эти мобильные группы после покушения ну убийства там одного из участников мобильной группы их поменяли туда поставили спецназ ну потому что все все же ну ребята более подготовлены к таким условиям ну и вот перед выборами полностью всех убрали ставили свободную границу торгуйте делайте что хотите ну классно все классно все классно все классно то же самое кто же там пропиаренный москаль на Закарпатте тоже общались с людьми из Закарпатти говорят что как были схемы так они остаются что там занимают там неважно кто кто там будет губернатор там есть несколько семей которые ну решают все вот такая вот у нас но у меня есть ощущение что несмотря на то что Крым де-факто сменил юрисдикцию все взаимоотношения остались есть решалы которые решают по собственности в Крыму есть решалы которые решают по собственности этих крымских властей здесь я абсолютно уверен что это какой-то взаимнообразный процесс где есть люди которые у меня даже есть подозрение кто что они решают эти вопросы то есть страна страной война войной но по бизнесу мы порешаем все вот это это вот самое жуткое да потому что как опять таки тоже говорит волонтеры очень ну они не могут назвать потому что ну доказать сложно да они не хотят сесть в тюрьму и волонтерством даже не заниматься я думаю нитки тут тянут до самого верха в Киеве то есть это генштабы и так далее и тому подобное печально печально тут конечно ничего не поделаешь конечно трудно после такого разговора о своей стране об Украине поговорить о соседях в России вчера в России праздновали день национального единства это был праздник который отмечали в том числе ну праздник это день отмечали по-своему тоже в Крыму правда крымчане думали что это день воссоединения с Россией но это не так это конец смуты 17 века вот даже и не конец но это не важно это не имеет значения начало середины 17 века вот я хочу показать вам и телезрителям такой небольшой репортаж с этого марша который был в Москве который сделали коллеги из Радио Свободы Россия 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 только Россия только победа только Россия очень приятно первый раз давно не была в Москве мы едины спасибо вам вам нравится этот праздник очень нравится а вы знаете что он обозначается единство единство я вот пришел со своим баяном играть как бы поднимать настроение людям сегодня день единства кого с кем всего народа вот этот праздник для всех это все едины малые большие женщины мужчины русские нерусские православные мусульмане все в этом его величие такого праздника нет нигде можно спросить к сожалению нет почему я не могу давать интервью Россия Украина Беларусь вместе мы святая Русь в Trip Erica вернем границы союза вернем границы союза добрый день скажите зачем пришли сегодня сюда почему теперь почему говорите почему почему а потому зачем вы деретесь расскажите почему вы сюда пришли сегодня на россию всегда все нападают и всегда хотят и есть желание большое ее разрушить Ты сегодня тоже? Конечно. А кто сегодня хочет? Разные силы. Какие? Всякие разные. Выразить свое отношение. К чему? К Путину, к лидеру. А вы думаете, он нуждается в поддержке? У него почти 90% поддержки. Конечно, он нуждается в нашей поддержке. А кого еще поддерживают? А он нуждается в поддержке. У него и так 90%. Причем здесь нуждается, не нуждается. Я за него, а они за него. Что еще? Вот когда смотришь подобные кадры, вспоминаешь сразу вот эти одиночные протесты под Кремлем. Путин есть, ума не надо. Хотя тут это можно, конечно, бы анализировать, посмеяться. Но это, я хотел бы вашу оценку вообще того, что происходит, происходило вчера и вообще происходит в головах многих людей. Это же такая, как я называю, тайна поля Шинелькиной. Это все за деньги же. Там свезли на автобусах из окрестных областей, раздали там по 300-500 рублей, дали немножко бухла, немножко жрачки на закуску. Может быть, бутерброды какие-то всунули. Там же люди даже хотели погулять по Москве, и им говорят, ну-ка, быстро в автобус прыгай, поехали обратно в Тулу. Вся Москва перекрыта. У меня же там вот как раз журналист радио «Свобода» Лена Рыковцева в Москве, моя коллега, она писала, как это происходило. Это, конечно, очень смешно. Ну, знаете, это такая поездка в Москву в 70-м году. Там за колбаской, может быть, ездили тогда. А сейчас там зачем-то, не знаю. Ну, просто там выпить, повеселиться. Ну, ведь, наверное, мы далеки с вами от мысли, что в свой выходной день какие-то люди добровольно пойдут. Ну, пойдут, конечно. На марш. Но не в количестве, там, десятков тысяч. Восемьдесят пять тысяч они бы сказали. Да, ну, хватит. Там пришло бы человек тысячи, может быть, совсем таких уже идеологически отпетых людей. А масса-то, это же просто советские люди. Она же точно так же ходила на демонстрацию 1 мая, там, приставки у нее была там бутылка коньяка. Тогда не платили. Тогда не платили. А сейчас все, ну, у нас капитализм. Капитализм, да. Но вот еще один эпизод, который произошел вчера. Вчера патриарх Кирилл, он открывал вместе с Владимиром Путиным выставку на Манежке. Называется выставка так. «Православная Русь. Моя история 20 века. 1914-1945. От великих потрясений к великой победе». И там господин Гундяев, он же патриарх Кирилл, сказал об идентичности России вот следующее. «Створились даже в этом глобальном информационном пространстве. Мы не потеряли своей идентичности, ее не теряем. В то время, когда ее теряют великие, сильные страны на европейском континенте. Мы верим, что покров Божией Матери над нами. А потом мы говорим всем, и внутренним, и внешним противникам России. «Оставьте нас в покое. Над нами покров Божией Матери». Ну, это смешно. Ну, это не очень смешно, потому что потом мы слышали, да, до этого там женщина ретранслирует это. На нас нападают, постоянно что-то хотят с нами делать. Но это, может быть, даже не самое страшное, что сказал Кирилл. Дело в том, что он еще такое сказал, да. Он сказал, что он призвал также не подвергать сомнению успехи государственного руководителя, даже если действия этого руководителя имели злодейский характер. То есть, слава Сталина. Я абсолютно поддерживаю его слова. Ужас. И я считаю, что он абсолютно прав, потому что нынешняя русская православная церковь, она основана Сталина. По большому счету, да. Все духовенство было уничтожено прежнее. И новые попы были набраны с помощью НКВД, МГБ и так далее. Поэтому это их праздник. Это их, по сути дела, их первый патриарх Сталин, создатель нынешней РПЦ Московского патриархата. Поэтому ничего тут вообще удивительного нет. И он тут был абсолютно искренним. Вот благодарность Сталину и вообще вот этой государственной системе, которая породила эту церковь, которая до сих пор удачно паразитирует на государственном организме при всех властях. А вот что касается, вот мне больше, мне кажется, очень неискренней была вот первая часть речи про проклятие западных ценностей. Мы же знаем, что господин Гундяев очень долго жил на Западе. Абсолютно западный человек. Он пользуется всеми благами западной цивилизации. Ездит на Мерседесе. Да нет, ну вообще, это просто западный человек. Это просто вот, как сказать, вот он обращается к этим людям, которые там за 300 рублей что-то маршируют. Но российская элита, она вся абсолютно прозападная. Она прекрасно понимает, что нынешний Запад, он такой рыхлый, бессильный, что они могут пользоваться всеми успехами западной цивилизации и баблом святейшим. А остальное население должно, вот как эта тетушка, ходить и искать врагов. Ну, пусть занимается поисками врагов, а мы нормально тут поживем с чуваками. Да. Я вам задам вопрос. Ну, просто потому что мне в голову пришло, мне стало самому интересно, что вы ответите. Вот вы, наверное, видели фото жапы Гундяева и Япончика? Не видели? Ну, видел, видел. Фейк, сто процентов. Потому что так похож, но очень похож. Особенно после того, как послушаешь, что он говорит. Да нет, ну это же все не искренне, это же все для толпы. Понятно, что он умный человек, патриарх Кирилл, он абсолютно умный, вменяемый, абсолютно прозападный, просчетливый, прагматичный человек. Это просто проповедь для вот этой вот толпы с чекушкой. Да, опиум для народа. Ну, просто такое впечатление, что в России всегда была церковь-то займова. Ну, я думаю, что на самом деле ситуация еще хуже, а может и лучше. Дело в том, что эта толпа-то ему не верит. Они же все понимают, что это все фейк. То есть люди живут в театре. Это театр. Одни изображают поддержку на демонстрациях, другой рассказывают про борьбу с Западом. Приходят домой, и у него все там западное. И это приходит домой, и у него все там западное. И живут они совсем иными ценностями. А это такой театр теней какой-то. Они все понимают, что роли расписаны, и просто так надо. И все. Это же было в позднем СССР тоже, когда никто уже не верил. Ну, там все-таки верил кто-то. Но в коммунизм уже не верили, но все-таки верили в социализм. А сейчас уже когда все Запад увидели, уже никто ни во что не верит. Это просто уже чистый цинизм. Каждый по-своему какую-то выгоду от этого приобретает. Ну, и на завершение, поскольку у нас осталось немного времени, третий год подряд президент России Владимир Путин становится самым влиятельным человеком планеты по версии американского журнала Forbes. Ну, тут интересна даже сама мотивация, по которой они решили дать Путину первое место. Вот что они пишут. Президент России продолжает доказывать, что он один из немногих людей на планете достаточно сильный, чтобы делать то, что он хочет, и избежать наказания. Абсолютно поддерживаем и мотивацию, и решение журнала Forbes. Он Владимир Путин абсолютно заслужил. И в каком-то смысле он мой кумир. Потому что это человек, который абсолютно открытым текстом, прямо всем говорит, я вас обманываю, я вас обману еще раз, а могу и третий раз обмануть, и вы ничего мне не сделаете. И пока все идет абсолютно по его сценарию. Ну, вот Нью-Йоркский журнал, газета Нью-Йорк Пост, да, вот считает, что Путин сам, самый влиятельный человек в мире, потому что он помыкает Обамой. Ну, они в принципе это... Ну, это, может быть, как бы рудименты американской борьбы политической. Да. Ну, вот они вот вы даже на заголовок. Просто вот мне интересно, вот журнал Forbes, он за кого? За демократов или за республиканцев? И там тоже будет понятно, что к чему. Ну, вот такая картина у нас с сегодняшнего дня, картина мира такая. У нас, конечно, в Украине, ну, если... Год назад я не ожидал, что будут такие настроения, честно говоря. Не, ну, я это ожидал, на самом деле, потому что любая революция же навсегда, потом откат происходит. Да, откатывается назад. Потому что революцию делают люди, которые как бы наиболее радикально настроены на перемены, а реализуют-то потом понятно кто. Ну, да. Да. Понятно кто. Ну, надеюсь, что не будет... Потому что уже даже понятно, что будет, но я надеюсь, что так не будет. Поэтому будем смотреть. Спасибо еще раз Саидеру Муждабаеву, замдиректора телеканала АТР, единственного крымско-татарского телеканала на этой планете. А вы оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова